33 как раз считается 3 как раз пошел в холодильник театр для я помню все воров в оркестр я буду то вот очень хорошо было время для меня помню то такое светился на машине ездил суши до рассказывал что михалок за границей за шмотками бегает от и заменил и что тебя-то насторожил это потому что раз я такое говорила видишь снова вигает я нашли музыку смотреть за михалок подожди надо кроссовки видишь я буду бороться с собой с этим но до сих пор где-то внутри есть дни на разочи а зачем нет противопоставления что я ориентируюсь на других долгая память что они делают хуже чем сифилис особенно в узком кругу это нас предупредили не переживает вот макс айпад взял и у каждого свой блокнот что поехали начну паша смотри а музыки можно быть очень 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 долго поэтому эти задам вопрос сразу в лоб какая музыка плохая а какая хорошая вот такой корявый вопрос ну чтоб сразу было интересно как будто середины колбасы новая я над этим думал сам вот и русская раз и про пришел к выводу что часто очень сам не могу разобраться но тогда пошел другим путем задал себе вопрос вообще что тебе ценно музыки и вот теперь я понял что для меня музыка но имеет какую-то ценность в плане того насколько она живая а пойдя еще дальше насколько это живое соответствует в внутренней настройке на удивление вот вчера позавчера я смотрю на ютюбе включил не помню хорошее исполнение хорошее произведение из пиваков дирижировал виртуозы москвы виртуозы москвы играли да и играли они все вспомнил что они играли они играли там как ни странно два трубача играли на флюгельгорнах барочную музыку написанную для вал торн и мурашки были были мурашки я понял что настолько она настолько у меня изменилось вообще восприятие музыки что я не могу на это смотреть мне не нравится хотя из пилакова уважаю как человек а вот наоборот да то есть они играют вот эту музыку который в принципе она играет хорошо в оркестре супер музыканты я знаю что не очень долго и упорно репетируют и ну то есть там нету этих негативных героев значит на этот вопрос объективно ответить невозможно объективно за любой вопрос не возбуждение можно но он вот и поэтому километр это там столько-то килограмм есть эталон кубы это то-то вот есть в общем для меня хорошо подожди секунду а давай мы с другой стороны новая музыка плохая вот так я вот теперь и могу я не могу сказать но эта музыка точно не моя и я не могу воспринимать то что я видел не могу смотреть причем ее находимся с пиваком давай давай ориентиры вот плохая музыка это мертвая музыка а как понять что она мертвая на компьютере сделано или но одна из составляющих да на компьютере очень сложно сделать вживую я уверен что есть электронщики которые умные да во первых глупые блин ну здесь много аспектов я вот поэтому и говорю что она для меня интересно в том плане когда она живая и когда она ну я ее чувствую как материю ну своеобразный из нас солярис или еще как-то назвать факт то есть когда она для меня одушевленный становится она становится моим партнером в моих мыслях в моих ощущениях то есть это не взгляд со стороны когда я смогу его и или исполняя или слушай что-то исполнение быть полностью в ней есть какие-то коллективы исполнители композиторы причем в разных условиях все время проходила когда она воздействует на меня но меня лично я понял что остального это не касается значит это хорошая музыка если она на меня не воздействует значит это плохая музыка неважно какое воздействие важно конечно но какой-то спектр эмоций нам если загрустил например и затосковал это плохая а это я примитивно раскладываю я понимаю да я пытаюсь нащупать ориентир потому что говоришь очень красивыми волшебными общими фразами так можно сказать не только про музыку жизнь она вот наполненная жевать цветет а ты вот нам тупорил ему писать что мы тупые ты сейчас просто все склоняешь к тому что субъективный фактор основополагающий газ для тебя одна музыка плохая для тебя другая музыка для меня третье а если какой-то объективно объективные какие-то или их нет есть сто процентов не знаю да все замыкается в итоге я вот думал про это да в итоге все равно все замыкается на мне и теперь я когда думал что делать ну я же как бы организовываю концерта для кого это делать для чего ну понятно очень легко оперировать философскими вещами когда ты убираешь из главы угла вопрос типа я это делаю для того чтобы заработать деньги а потом следующим пунктом это это если ты убираешь первые деньги она становится чуть-чуть более расплывчато но ты больше свободу получать потому что можешь не ну не привязываться к этой конкретики и тогда уже ну мне интересно задавать себе все время вопросы ради чего и для чего и для кого потом но получается что делают то что мне нравится вот конкретно мне и пытаюсь нащупать я могу ошибиться мало того я могу сделать концерт которая потом подумаю что зря его сделал или можно было сделать по-другому но если касаемо вот той функции когда как организатор допустим и тогда я понимаю что использую собственные вкусы не боясь того что вот ну ты мне так нравится или бы хотел что мне это понравилось просто приобщить небольшое количество людей ну поделиться с ним конечно радуются когда кто-то еще это может с тобой разделить и были ну и их благодарность после концерта это конечно круто смотри но я не ответил на вопросы понимаю ты сказал важную вещь да я опираюсь на свой вкус и так далее но тебя же помимо вкуса базовая есть когда базе образование знания наслушанность ориентируешься в этом а вот человек не ориентируется понимая как что ты можешь ты можешь ему дать какой-то внешний ориентир сказать что вот эта музыка по-любому плохая не надо тебе это или для него она может быть хорошая а для другого плохая пример приведу до пашу металл есть такой паша металл большой любитель сепультуры большой любитель сепультуры все мы как-то выпили вместе игры будет прекрасное произведение там я не помню какое но какой-то там кантаты баха были по моему и что-то еще ну баховые баха были масштабное произведение филармонии все какие кантаты это были страсти паяну я помню что я скачал пошел на сайт скачал партитуры я прослушал перед этим с партитуры мне было важно в это погрузиться узнать я его привел туда с желанием поделиться своей радостью сейчас будет ну для меня это произведение это вот сейчас я попаду на большую большую красивую стройку и вот буду вот это все наблюдать это мои личные ощущения плюс еще ко всему и вот подготовившись как восприятие всего паша вышел со словами больше меня никогда не за все нормально пожалуйста устал ну попроси больше не звать я не уточнял почему хорошо и вот какие ориентиры ориентиры то я могу дать но я дам только свои ориентиры то что он другой человек короче тему ты эту не рубишь подожди нет секундочку когда ты делаешь какое-то мероприятие да то есть делать какой-то концерт да то есть ты же какую-то определенную музыку предлагаешь не музыку предлагают изначально у меня вообще стоит цель для чего делаю ну цель вернее самая глобальная цель есть одна действительно вы вынести музыку из госучреждений придав ей ну то есть грубо говоря на эту музыку придут те люди которые туда не зайдут просто априори вовнутри будут во многом правы будут во многом правы не посетив эти заведения но они получат ну то есть для меня вот как говоришь хорошая плохая музыка но классическая музыка лично для меня это вершина совершенства хотя я люблю разную музыку может уже все и пляшу про так может уже все сделано может быть просто нужно продолжать доносить доносить но может уже сделано сделан ты так ты мы сейчас говорим о чем о том что мы делаем я же исполняем я имею ввиду что хорошая музыка уже сделано да нехуй там дергаться ну кому дергать вообще вот тебе чуть дергаешься страдает что-то у тебя свербит я сейчас специально занимаю такую позицию легкого тролля чтобы вывести на беседу почему я делаю не таки здесь разные в моем ипостаси такие по стихи написаны хорошо пашу я позволю себе такую форму смотри ну скажем так у человека есть с большего общее вас при я органы для восприятия музыки уши и китоцентрю мозгу которая ее обрабатывала смотри вот если переложить на еду мы же можем сказать какая еда плохая какая хорошая потому что вкусная еда не обязательно хорошая она там разрушает тело ядовитое ты сама диабет там вот а вот как так же музыка живая на или неживая вида а как живая вот это сразу это понятнее я скажу что у меня важно с едой когда я стал жить там за городом самая лучшая еда и это понял раз и на всю жизнь уяснил зато еда который открыт на открытом огне готовится вот на открытом огне если есть открытый огонь и вид еда приготовлена на электрической плите и газовой плите отличается по вкусу еда приготовлена на открытом огне и для меня самая лучшая еда это просто еда из но одна составная там все не какие-то там миксы или чего-то просто там кусок мяса кусок овощей кусок хлеба и все такое плюс еще если она проходит обработку открытым пламенем в этом есть но она реально другая то же самое вот спасибо что мне подсказал то же самое с музыкой то есть музыка который состоит не из придуманных каких-то вещей теоретизированных или еще что-то это пустые крупных куски просто музыки которые взяты и это причем может быть любом жанре знаешь я говорю любви классики а 9 лет назад я был в питере мне позвали на концерт филармонии 5 симфонии чайковского играла игралась исполнялась там есть знаменитая соло волторна я должен был прийти послушать вот и я с таким ощущением очень-очень-очень плохим оттуда вышел и поехал на васильевский остров проходил фестиваль курёхина там и там психо тиви это как-то сайка тиви вот он она там исполнял и я попал на такую вот на настоящие живые куски рок-н-ролла настоящее исполнение вот это хороший музыка вот я получила чайковского удар под дых от исполнения от места от того что было чайковского видимо от того что было да потому что сейчас как раз полгода назад и попал на эту же симфонию правда на репетицию и там был светлана которому 39 года рождения по моему а может дирижер ночь пожилой и это же музыка была но был другой немножко состав там омолодился состав оркестра за этих девять лет и я такую раз и услышал как ангел поют то же самое место даже тоже самое название оркестре ту же еду ты предатель во время петербургской филармонии ел и тогда и и в этот раз и вот и вот это вот поразительное вот ощущение вот этих вот настоящих каких-то вещей которые действительно я сейчас по восприятию с едой какими-то кусками цель ну смотри просто очень много спрессовываем вот смотри брайан и на занималась такими штуками там записывал звук аэропорта потом это под обложку вот музыка музыка для того кто слушает да но это же как бы не музыка музыка набор звуков музыка то есть сегодня это любые сегодня сегодня я тебя прислал в инстаграме сегодня прислал эту музыку это про слова джона кейджа про шум и как он его воспринимал ну вот этот ролик это про джона кейджа на этом фоне звучит музыку подложил это как раз таки это произведение стива райха про лондонский может не лондонский но про поиски не помню точно его название там как раз таки и поезд и объявление этих и все это в том в той штуке которая в 60-е годы ну там перевернула мол мир музыки хорошо обе скажи мне тогда вот как мне моему папе объяснить что эта музыка я сейчас условно говорю условно на код к какому-то человеку который абсолютно как тебе объяснить ну и надо ли объяснять сложнее чем чувствовать и в музыке в этом как раз таки знаешь вот очень важный момент сейчас ну вот если чувство отзовутся но я про не понимаю прекрасно что но человек которыми мучает маршрутки свою ну тем что заставил купить наушники когда ездил к себе туда я просто не стал там выключить переключить вот его моим мой диск и что я купил наушники не стал слушать то что мне помогало ехать вот и я мне я очень сильно сомневаюсь что вообще водителю этой маршрутки нужно знать о существовании этого стива райха но не надо ему это не надо его заставлять может быть это был он она она вот но дело в том что я же я же вот сколько я занимаюсь музыкой и так страстно ее люблю вот за все это время я вот только сейчас он прихожу к стиву райху потому что мы решили там своем проекте делать ну важно порно современную музыку я начинаю изучать начинаю понимать начинаю чувствовать попадая в это почему я вот принес выписки из инстаграма у меня обложен сейчас только получилось что у меня появилась возможность и обложился книгами о музыке мне это всегда нравилось читать но сейчас я обложился но их про штук 12 и я просто беру сейчас не систематических читая а просто я вырываю из этих книг маленькие такие мгновенные настроения какие-то контексты которые даже может быть совершенно друг другу противоречит допустим есть два кусочка по баху а почему это начал делать кроме любопытства еще чего-то мне предложили совершенно случайно я просто познакомился на дне рождения с человеком а он оказался то ли он владелец то ли заведующий баром и позвал меня покрутить виниловые пластинки то вопрос опять задал себе для чего я там нужен ну понятно что у меня такой музыки которая бы привела человека в радость не очень много на пластинках я себе все время собираем музыку который бы немножко по-другому больше может даже на мозг воздействовал но иногда люди жалуются что произошли какой-то но не жалуются на говоря такой-то experience я это пивнуха и как бы ну я не против туда прийти поиграть их но я не понимаю своего смысла там по понравится ну уже все и не хочу нравится мне нет такой задачи и мы тогда в разговоре с ним приходим на то что он говорит а давай ты вот много рассказываешь можешь рассказать о музыке который тебе интересно давай ты придешь расскажешь о музыке который тебе интересно я понимаю давай я стал смотреть какие-то передачи в ютюбе которая музыки рассказывать и все остальное понял балбатни очень много все рассказывают я это все слышно музыкальной литературе я могу рассказать своими словами это будет чуть-чуть интереснее но я понимаю что час в пивнухе будет на заднем фоне там виванде играть шикарный человек прекрасный и мои рассказы ну это неестественно это не нужно и в этом смысла мало теперь понимаю и обкладываюсь книжками и нахожу такую форму в которой какие-то фразы выисканы они пробуждают интерес какой-то маленькой маленькой теме дальше на этом фоне идет музыка совершенно должна идти музыка не то ну допустим у меня в последнем там бахи был подложен последний альбом последнем тексте абахи причем с которым я даже не согласен это неважно идет композиция с последнего студийного альбом малса дэвиса дубок которому тоже там искал и вот как сейчас рэперы делают звуки улиц там подкладывал там какой-то музыка с одной стороны отвратительно ну учитывая даже развитие рэпа там и всего остального что доносится вот и дэвис сделал гораздо может более прекрасных много вещей свои за свою огромную карьеру но она подожди а вообще должна ли музыка быть настолько прекрасной и настолько уходить от природы как она вообще появилась по камню постучал наш предок правильно палкой и помещался вокруг костра на еду и дунул в какую-то трубку и свои сделал театр да я думаю что музыка это было сопровождение театрального действия то есть она была прикладная миссия роваши в омите он для чего как вот детей воспитываешь ты показываешь что надо делать тогда нужна не баррелька реложная музыка он просто показывал как захватить мамонта как сделать детей и все это и возникало вместе со звуками эти звуки и было было музыка так и нужна ли настолько усложняющаяся музыка конечно мы заложнились мы другие у нас речь другая так можно литература за плохо что усложнили подожди то что маке усложнил конечно плохо смотри хорошо показывают на вас но то есть на чем на сегодняшний день самая сложная музыка классическая самая сложная музыка из какой а я думаю что сейчас на сегодняшний день есть музыка традиционная из тех времен и постепенно и наверное все да нет сейчас подожди еще раз задай вопрос да я думаю что она современная классическая давай тогда почему и что такое классическая музыка вот классическая музыка есть разница между классической и академической вот стоит отдавать давай сделаем следующим образом давай зачитаю давай википедию классическая музыка музыкальная классика образцовые музыкальные произведения золотой фонд мировой музыкальной культуры ну вот это музыкальные произведения это сочетает в дождь и мертвый содержательность значительно золото кольцо россии матрешка совершенством формы классической музыки могут быть отнесены как произведения созданные в прошлом так и современные сочинения в разговорном языке понятие классическая музыка часто используется как синоним музыки академической или симфонической да ну это вот во первых знаешь это сама википедия на конечно дает много знаний но какие-то вещи она настолько искажает что хочется этого придет человек до ведущих слушал через десять лет тебе скажешь киркорова а потом решил узнать что такое классическая музыка куда он пойдет википедия прочитает а ему вот такое да так я думаю что человек который слушал киркорова ему действительно не нужно сейчас такое вот а чем это он подожди а что это зачем-то его так смел гамбургер и так и нихуя ему тогда уже на открытом огне я думаю да все это переговариваешь этих людей ну слушай но не было бы глупо чтобы я побежал в макдональд сказал чего вы здесь сидите разведите огонь возьмите кусок перца же поджать я же говорю о другом я говорю о том когда он сам пришел а если сам придет то конечно я его не не выгоню первые пять минут куда он сам придет расскажи ну потребность потребность позвали житя в пивную а ты не пришел я приду я же готовлюсь я готовлю нет я сейчас сделал 10 роликов я уже нащупал форму теперь попробую нащупать содержание потому что постоянно есть такой вопрос мне сложно сейчас за что-то зацепиться не вижу аналогов и приходится немножко как бы как бы придумывать это и сомнений масса потому что когда-то мне кажется вечером что это гениально утром я просыпаюсь и кажут это бред сего и кобыла послышалось не вижу анализов но если человек знаешь у человека самое главное желание если у человека есть желание то конечно он до всего дойдет но мы сейчас в какие-то у человека и желание так может ему не надо и вивальди прекрасного служит он выйдет поставит уши ветру и все услышит слушай но мы сейчас трассу все равно говори в таком контексте что как бы немного уничижительным относительно человека который слушает киркорова и возвышающего когда почему я к человеку который служит классическую музыку это так для тебя это так выше ну что такое классическая музыка и чем она так типа хороша в отличие того какой-нибудь другой для меня могу сказать что она почему выше другую на сложнее на дольше она вариативнее то есть вариации в ее исполнении в каких-то там вещах как ею обращаться масса почему я говорю про оркестр спивакова это же произведение можно сыграть ну я не знаю вот как вот человек не повторяется там отпечаток пальца так вот исполнение этого произведения может не повториться при желании конечно этого не делать но повторять как называемые школы вот и вот в этом не нравится музыки в этой классической и разве можно один в один если исполняешь живьем один в один исполнить одинаково ну вот в этой вариант вариант вариантов и этого исполнения много и это исходя из этого кто исполняет как исполнить какие цели и сдачи он стал в конце концов развитие человека это все передается вот она просто мощнее все ну как-то буб ну по объему ну если сравнить там галактика вселенная земля вот такие объем такие категории идут озеро хорошо уже стоп паша хорошо хорошо тогда вопрос ребром кто развалил beatles немножко спуститься на сердце я хочу немножко понимать я перебью теоретики хорошо смотри а есть мы же сейчас когда говорим о классической музыке мы говорим о европейской традиции правильно во многом до души и другую традицию почти не знаю хорошо но а есть классическая музыка там азиатская есть есть сейчас есть егор джигайло правильная фамилия сказал он уехал по стипендии в деле учился классической индийской музыки на флейте сейчас в итоге у меня там появилась жена двое детей и они полгода живут беларуси полгода живут в индии я если у меня будут силы у него есть желание обязательно сделают с ним лекцию когда мне буду было очень интересно чтобы он рассказал о системе обучения в индии и как он учился но когда он за игра на бамбу сделает еще бамбуковый флейт по образованию художник и стал музыкантом но это тоже такая вещь интересная и когда вот я смотрю на его пальцы и они над дырками вот во флейте и он в воздухе не прикасаясь до инструмента меняет и я слышу что это четверть тона какие то то есть не полтона далеко полтона кажется таким огромным куском то есть там какие-то изменения их слышу и понимаю что это по каким-то правилам сделано это конечно завораживает меня который с этим еще не знаком как раз к вопросу о том какая она а со стороны она может показаться на ноутбуке включил вот эти вот аккомпанемент на ударных я там вкратце знаю что она двухдольная трехдольной системы вот этой ударной игры в индии и тут меня это завораживает не знаю как на других воздействует потому что многим покажется как может быть сектантство какое-то или еще как эти как хари кришна это покажется нам то есть опять же да там есть какие-то законы я прямо чувствую я вижу что он реально еще выше среднего уровня исполнителя индуса то есть ну у человека таланта большое было желание он ее изучил это индийской классической музыка мало там сказал он сказал что вот такое же может тебе показаться одинаково будет человек играть то же самое раги эти да только он будет играть в традиции народной ну как у нас боя и там там хорошо разного забрал в образовательной системе у нас на том типа училище музыкальные консерватории музыкальной школы пусть будет изучаются другие традиции да в плане уведомлений ну то есть есть такие и мы знаем что в японии есть да есть музыка такая и там могут написать какие гаммы как из понижением каких ступеней ну то есть так достаточно быстро поверхностно это были давно учился может быть сейчас какие-то новые эти самые есть веяние знаю что разные факультеты бывают факультеты по изучению такой немножко других вещей бывали в питере в москве там мощнее образование здесь просто помнишь мы одно время увлекались не для горохова по моему да кого горохов такой на дольче вели он сидел и рассказывал про музыку мне запомнилось что он очень рекомендую говорила что ведь я закрыл для себя такой музыкальный жанр как ambient послушав запись как-то это айсберг ну то есть он так уничтожительно к электронной музыке то есть очень мнительная субстанция это вот природный шум намного более интересен вот настоящий живой звук чем синтезированный какими-то там примочками ну то есть типа жалкая пороза насколько понимаю он он вел радиопередачи занимался тем что на лейблах находил разные релизы странные джаз с берегов западного нила там понятно из деревни там музыки большое количество и каждый раз удивляешься рассказывала такой странный приятный неприятный но интересно всякой музыки молодец а здесь вот сложно вот этот вопрос я не пропустил я помню что ты считаешь ли ты себя лучше того человека который слушает на твой взгляд примитивную или недостойную вот этот вопрос меня все время занимает на это вопрос такое обще христианский если уж на то пошло потому что были ну да не лучше ты того человека ты другой другой это сто процентов другой очень сложно понимаешь ты когда какими-то вещами оперируешь пытаешься сказать что-то и ты понимаешь что но человек этого не понимает и не чувствует но у меня я думаю что за отсутствие такого системного качественного образования у меня все сведено к эмпирическому восприятию эмоционально проживаю еще какими-то вещами мне важно вдохновение мне важны какие-то такие вот вещи которые меня несут если меня есть какая-то работа мне очень сложно делать какую-то работу когда я ее понимаю что мне там за нее заплатят еще что-то но у меня нету внутреннего импульса импульса меня идет только от эмоций это беда моя ну так есть я хотя не хотя я не могу мозгом спродуцировать что то у меня все равно какая-то эмоциональная штука она составляет мое естество но мне не даст делать то чего я не чувствую хорошо и к чему я не чувствую что ты за листики принес листики зачем ты же мне сказал будем про музыку говорить это как раз вот то что я как раз таки про эту задачу который в ближайшее время место и предстоит вот такая рабочее название там уроки музыки спафнуть им часть 1 часть 1 потому что ну как бы надо мне понять какая будет форма еще что-то пока что в голове у меня форму прелюдии стоит при люди их списалась там в цикле фортепиано что за росте музыки 24 прелюдии по проходящие по всем тональности вот и задача что паша короче подожди ты увлекаешься ты переходишь и это хорошо но ты переходишь с языка киркорова на языке я сказал элементарные простые вещи это вернись к нам это так всегда вернись к фанатам фанатам вашу киркул образе пожалуйста то о чем ты говорил вот стоило столько так долго воздух сотрясать понятно смотри я рассказываю и я в итоге понимаю что я но это будет неинтересно я не давно выгонами не будет ну к людям это готовит подготовленных стоп 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 еще раз что ты делаешь лекции я рассказал уроки на уроки музыки в школе музыкальной или в пинетке уроки музыки в пивнухе спафнуть и часть первую такой рабочие название может так и останется в пивнухе не в пивнухе в любом месте где есть винил или можно поставить виниловые проигрывать там задача одна из них что я свожу а то есть для чего на пласть это позвольте для чайников да нет для любых людей потому что ну почему для чайника ну это я так обобщил и в общем образовательные книги вот я надо чего этого не знаю и никто не узнает из этого ничего здесь задача не о том чтоб узнал человек а о том пустить эмоциональные какие-то такие пятна запустить такие вот грубо говоря ты взял пакетик с краской целлофановой и кинул в стену и она разлетелось пятном потом другое и вот эта стена будет закидана этими пятнами стена это пластинки на которой будет основа музыка дальше я буду решать какая музыка и почему она звучит это может быть разные связи она может быть связана с историей музыка а может быть связано с той пластинка где я купил лично мои эмоции и сна зависел у него сразу усы стали как-то чуть более конкретно я просто вижу траекторию изменяем его ты понимаешь я сказал то и будешь я буду лежать две пастинки вот и обложившись книгами я выбираю оттуда куски такие вот текста о музыке о каких-то представлениях о них там и здесь как раз об обучении о палках об этом как кейдж посетил как в джунглях в индийских детей готовят к индийскому театру и учат их музыки вот эти вот такие кусочки небольшие которые останутся памятью раздам всем людям или через интернет передам ссылки на книжки то есть но это в любом случае интересные книги которые если возникнет какой-то посыл можно будет просто взять спокойно в течение двух месяцев они в течение в одной типа лекции я туда попытаюсь запихнуть все эмоциональные куски эмоциональные куски информации какой-то музыкальной о музыке как она создается как человек ее чувствует от современных композиторов до допустим но мне интересно встреча ганг да пашу ну я не знаю я хочу я хочу тебе сказать он допустим вот здесь есть там допустим фельдман слова фельдмана и там и кейджа и в то же время там описано встреча грига с ипсоном и стихи ипсона которые вот когда я их читаю ипсон сделал экспромт и посвятил его григу подожди секунду ну пожалуйста ну да договорить и когда я вот этот читаю кусочек текста у меня в голове возникает желез вершин у меня возникает хвост и лёня фёдоров и аукцион весь и это меня возвращают в 95 мой год лично я возвращает потом через это перебрасывает какую-то лекцию о волконском и вот об этих вот всяких вещах которые тоже были интересны это достаточно много я не знаю как это связать в логическую цепочку и разложено это будет очень долго я это связываю теперь внутри себя там много историй во всем всего я вы эмоциональный комок связываю в котором я не буду об это вам рассказал там но это для себя я описываю не буду рассказывать что с чем связан грик с пещерой горного короля когда я был в третьем классе музыкальной школе и вот это вот я себе представлял через год он пришел ипсона потом которого я видел спектакль блины не помню где наверно в минске я видел спектакль ипсон нет в воронеже воронеже был свободный день от гастролей я пошел на спектакль ипсона и ипсон меня зацепил и потом вот ну вот это все через эпохи связи лично внутри меня связываются в одну картину я понял вот это будут мои уроки музыки это та музыка которая и понимание не и прослушивание разных этапах моей жизни они связывались и при не составляли мою жизнь и то есть я правильно понял что доносить это ты собираешься до людей непосредством языка или общая посредством музыки ему есть ему и вот какого-то текста он будет в разных каких-то херовые актер ну в каких-то вот и разных состояниях произнесено не хочется говорить актерский и не актер ну вот как смогу так принесу вот так и как сейчас завелся вот я когда завожусь мне тогда комфортно я нахожусь на каком-то эмоциональном драйве потом я могу лежать четыре часа без сил но вот этот эмоциональный драйв мне помогает все эти вещи контролировать свести в одно сделать и выдохнуть спокойно я успокоился я зуд эту убрал у себя а утром могу очень сильно разочароваться подумаешь зачем ты кому-то нужно и вообще-то на самом деле такой у низкий уровень но я отогнал от себя главное я возбудился процесс возбуждение того раза похоже вот я наблюдаю это просто волшебство это похоже на беседу психиатра у меня там у меня тут грик тут ипсон они раз а я увидел его сейчас я вам так 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 павел во сколько лет вам пришел битховен о чем вы беседовали ты не поверишь когда я тебе больше узнаю этих людей то я но у меня был такой опыт когда я одну действительно от каких-то вещей могу заболеть от хороших и от не очень я попытался как и все музыканты в пандемию в эту поменять профессию я пошел на встречу с человеком который меня пообещал ввести войти нет войти сферу я говорю давай встретимся я мужик должен зарабатывать деньги для денег для денег я готов поменять свою ну я музыка не могу сейчас и вряд ли непонятно когда я смогу зарабатывать деньги вот он он крутой айтишник говорит я тебе все сейчас раз говорю я в темный лес в виде ми вы три часа с ним беседовали и я поехал вот с этими то что я получил за эти три часа я просто заснул заснул с температурами поднялась я через 40 минут проснулся и пошел в лес в лесу вот как ты говоришь вот пришли вот эти все мои гайдны бетховен и все эти люди которым я думал и я с каким-то облегчением и радостью понял что я не пойду войти это я счастье тогда испытал в этом лесу но я с ними разговаривал ну новая простота это которые пришли вот после этого 3 уж нитки губай долина и денисов когда они там все разворотили все восторглись ими и пришли в пиар там кто там мартынов сильвестров вот и принесли свои другие принципы и идеи нас все своими друзьями пугаешь разберемся кто эти так ли они и так ли они вот но честно говоря я не могу их разделить на самом деле потому что ну я шнитки не мог слушать со стороны ну восторгались восторгались но когда его сыграл олег я цена там с оркестром ока допустим у матвея там нас праве мы снимали это но я получил катарсис и когда выбежал пьяный человек на видео это не попало смонтировали без него в неменяемом состоянии он был похож на дикого кабана и летел в сторону виолончели там на фоне церкви летом и я думаю господи какое счастье что это произошло это настолько отражало эмоции шнитки ты настолько было живо это ну это для кого-то было стрессом там матвей стресса но по моему схватил его поволок куда-то с кем-то или еще что-то вот его увезли там кто-то и кто-то извинялся еще что-то но я со стороны смотрел и торжествовал потому что ну а почему так ну просто торжествовал я испытывал такие настоящие эмоции потому что я и под я не потому что филармония плохо на филармония хорошо филармония для этого была построена чтобы там музыка была музыка как как амфитеатр и для гладиаторских боев там или еще что-то каждое сооружение для чего-то было построено почему почему-то филармония превратилась мертвые во многом вещи ну там ну там ты не ощутишь на стать ну тем будет постоянно ощущение лжи какой-то недосказанности ну ты будешь на себя в основном принять я в этом не разбираюсь я в это это не понимаю это прекрасная музыка вот мне по функции сказал прекрасная музыка значит она прекрасно но нельзя же сомневаться в таком искреннем человеке а потом но я ничего не да 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 вот так но я не чувствую в 40 45 30 там кого-то так и гитлеров верили тоже да но даже сомневаться но но здесь вот вопрос форме да не вопрос в чем вопрос вот именно больше чем вопрос а просто нет никак так слушай но можно же выкручиваешь может быть такая объективности здесь но во многом не сейчас всего я уже быть такая история она же не только с музыка связана когда для того чтобы там какой-то контент воспринять принять у тебя просто не хватает базиса у тебя не хватает количество знаний как и если когда ты их набираешь но глупо пытаться получить удовольствие там типа от достоевского в 10 лет там 12 что ты просто не 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 сможешь объять все информационное пространство соответственно с музыкой так может быть то есть только получив какое-то там количество информации там прокрутив ее через себя ты можешь там получить удовольствие от какой-то сложной информация связанная с эмоциональным восприятием этой информации и со твоим взрослением своим или наоборот понять окончательно что это точно говно ты даришь думал говно не говно с этим сложим очень сложно боишься ошибиться что вдруг особенно вот ты знаешь а а это вопрос количество плюс ко всему рассказываю 1 мая у оркестра выходной нас заселять в гостиницу в городе ляпциге рядом томас кирхи в котором 30 там большое количество времени бай бах работал органистом рядом прохожу стену а на стене на табличках здесь была кофейня а здесь было раньше там новое здание построим здесь стояло раньше здание в котором была кофейня в котором бак собирался играл свою музыку по там я узнаю что бак играл свою музыку потому что он просто ссорился со своими работодателями которые были в этом в томас кирхи и просто ну такой собрал музыкальное общество это были пр Station небольшой писал каждую неделю произведения которые вместе с ними играл но зиму они там собирались а летом они переходили в парк и играли эту же музыку в парке они не называли эту музыку классической и вообще бах не думала то что на веках был им было главное дать образование своим сыновьям детям чтобы они могли прокормить себя в будущем но вся эта история заканчивается тем что рядом художественной галереи у нас день свободный и в этот день 1 мая бесплатный еще вход и у нас гостиницы в пяти минутах от галереи и я иду туда художественную галерею где я не бум-бум и просто заставляю себя 10 часов там или сколько вот самого открытия до самого конца и просто когда устал пошел поел поспал встал и назад устал опять пришел опять просто намеренно отдыхал вот восстанавливал свои силы чтобы понимать контент я поступ на верхних этажах современное искусство современное искусство такое там видео экран идет мужик переодетый в женщину или трансвестит он играл или может не игра может и был трансвеститом в американский простой городок история о том как его везде бьют он кровь размазывает по всему и стоят школьники кто-то ржет с этого а я стал как завороженный это паре пит ушло в минут 16 что я стоял три или четыре раза подряд смотрел но время мне было масса чтобы почувствовать чтобы понять ну потому что я мог сразу посмотрю думаю ну что это за ужас но идет человек про это называется произведение искусства стоит телевизор его бьют его бьют он кровь размазать его издеваются над этим а потом начиная через какое-то время возвращаться синие носы я просто знаю что его заворожило что знакомого знакомый или незнакомый современного искусства в ляпциге доказал где америка все там были работы орхола были какие-то вещи которые на слуху медийный типа вот я скажу что смотрел на банку с этим кетчупом с фасоли и что там я не понял почему ты все это рассказал к восприятию ну то есть к восприятию надо я как являет количестве когда я когда вот я потреблял искусство абсолютно далекой от меня в художественной галереи но художество и музыка для меня очень разные вещи там я этом посвятил столько времени и эмоций а художественным искусству гораздо меньше и в совершенно профан вообще полный в этом вот допустим я иду по галереи в тюрихе ну получилось так гастроли и мы вот приезжали в тюрих три раза и три раза бесплатный вход и три раза есть возможность туда пойти и я хожу что мундир одел не зря нет нет я хожу и пытаюсь тоже понять и кандинский малевич там крутой искусству крутая галерея ну вот я хожу лучше и здесь в какой-то момент меня на втором этаже на третьем пробивает картины вот пробиваю я просто смотрю меня тянет туда я ну вот реально пробиваю там их все 5 работ а это оскар кокошка а дальше узнаю что он был влюблен в альму маляр альма маляр это последняя жена густого маляра и дальше потом она его отвергает и он носит с собой ее чучело на все выступления я подумал знаешь что короче отключить звук процитирую виктора пелевина такую книгу дал пиздын эта книга внутри книги вот там были сказаны слова о музыке что вся музыка на планете делится на воинскую и пидорскую но пидорская музыка так научилась мимикрировать под воинскую что уже не поймешь где что потому слушай тишину слушай но сложно даже нет я просто я я про провожу аналогии о том как раз таки очень интересно там читать допустим мысли человека но не менее интересно читать мысли человека который был рядом с этим человеком и видел со стороны как раз момент возникновения тех мыслей это как раз об этих людях которые вот двигали американскую музыку они ну абсолютно занимались каким-то безнадежным делом на то время и не платили я узнал с удовольствием с какими время вот это было современным который сейчас стала превознесена выше всяких похвал кейджи фельдмана там кто там это фильм она я называю выучил потому что книжку читая как раз таки он смотрел на кейджи со стороны и кейдж начинал про дзен буддизм задвигать и они рассказывали о том как картины влияли на их музыку и они находились такой ситуации когда вот кейдж свои первые деньги заработал в 50 лет то есть он вообще не зарабатывать они где-то там селились как-то подрабатывали и свои деньги он получил в 50 лет причем получил большое спасибо тебе за эту информацию подожди я буду чувствовать себя чуть-чуть более мало того он заработал все равно в 50 лет не музыкой а он параллельно занимаясь музыкой и делая перформансы и все остальное он еще изучал уж постоянно еще учился таких университетах он изучал грибы он основал первое микологическое общество нью-йорка и первые деньги в 50 лет он заработал в италии на викторине тивилизионной про грибы ответив на так дойдя до конца вопроса про грибы на этом сам в италии и он заработал денег и купил фольксваген микроавтобус чтобы ездить с другом чтобы и возить эту трупу своего любовника для которой для 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 этой трупы танцевально он писал эту музыку ну вот такая вот история уже пашка и поэтому поэтому пелевин ну то есть вот представь если был был рядом с ним человек такого же уровня как он и описал бы как пелевин задвигал вот эти все истории и потом менялись все его теории конечно абсолютно то же самое с кейджем он говорит про дзен буддизм а потом постепенно постепенно съезжал но другой стороны а когда искал музыку для этого я и выключаю на актер для скрипки и я офигеваю насколько это прекрасная музыка тогда она не воспринимался так и пять лет назад я бы может быть отнесся к этому по-другому пошла смотри у меня два вопроса два вопроса и они такие уже больше технического характера связаны с физиологией вот смотри первый вопрос такой очень много музыкальных жанров и я понимаю что популярные музыкальные жанры там и пускай это и панк и металл там и прочее это не музыка там занимает только какую-то часть потому что мы визуальные образы и систему поведения проще ты для себя делишь ну вот это типа но это полет то есть можешь от грубо говоря от какой-нибудь частушки замурашиваться как от какого-нибудь произведения вивали того можете так пронять то есть уже настолько прокачаны органы восприятия что нет не сработает слушай ну бывают какие-то вещи труднообъяснимы какая катодурость цепляет ну ну в основном мне даже ты знаешь мне вот ты говорил про маргенштерна я ловлю себя на мысли что и корж и маргенштерн на какие-то чувства воздействуют на мои ну такие вот примитивные маргенштерн вообще в интервью и говорю что они вообще апеллируют к этому в человеке ну то есть они они бьют ты знаешь по сути вот я скажу ужасно наверное вещи тупой основы и тупую да они делают то что делает ларс фон триер вот вот практически 1 одинаково просто с разных сторон похоже заходят какие поэтому да и поэтому я вот но дальше опять-таки говорю почему мне такая музыка классическая то что она бездонностью обладает потому что во всех этих вещах которые ты говоришь они могут зацепить не зацепить ну ты всегда видишь их вот но это вот контейнер с бутербродом ты взял в школу пластмассовые не вынуждены усложнение об аначе не перестал они определенно имеют ты видишь их прямо размер а в этом ты размера не видишь то есть играя в оркестре вот мне все говорят ну ты в оперном но тоже не филармония ты одни и те же спектакли это же так скучно но я для себя там 9 лет проиграл до того как в декрет уйти я для себя в каждый раз в одном и том же произведении находил разные нюансы ему придумать себе другим звуком играть другое окончание другое начало звука другая плотность его другая разреженность других это только касаемо одного звука потом когда я начинаю пристраивать кого группе волторна я могу пристраивать группе ватон к 3 к 4 зависимости от того какой игра а потом я могу пристрелить дальше картиста потом нас когда пересадили в другую сторону оркестры а вообще по испытал какой-то шок дичайший мы сидели в другом углу и слышали абсолютно другую картинку я слышал абсолютно другую музыку вот но тут прямо сейчас уже начал отвечать на вопрос который хотел задать попадался ли тебе такой персонаж а петер валик наверно так правильно он я даже не знаю прибалтанный что он художник но он сочиняет такие штучки любишь уметь он делать такие коробочки которые издают жуткие звуки но при этом еще делать такие механические скульптурки крутятся что-то бринчит какая-то ложка почему-то стучит и вначале кажется что это просто ну какой-то шум я специально послушал то есть он делает длинные эти съемки я стал слышать музыку то есть и в какой-то момент шум исчез а начинает появляется структура так может быть ну любого если через какое-то принуждение где-то но может где-то через обман и вроде бы уже не и не понимаешь почему нравится но уже нравится и уже но может быть человек может так измениться даже говорили границы ты это говоришь меня по человеку ты сейчас был привел пример искусству и искусство там в ценности его не будем говорить но и как раз таки и и горячие звуки так это он же издал уже даже пинами драмшин фунтрань джейн шпунтрань и в какой-то момент мое тело начинает отзываться на мой взрослый испытывать комфорт потому что это была цель этого конкретного художника а типа в какой-то момент мне это начинает жутко нравится и я готов это слушать долго наверно потому что это все таки желая музыка может быть присутствует элемент воспроизведения это посыл она наверно не повтори наверно это не повторится это повторить невозможно я думаю лава во первых во вторых ну вот вот цель перформансов цель каких-то художественных акций как раз таки затронуть себя на эмоциональном уровне не оставить его разума тут тоже очень по вот это его скорее всего но это больше чем музыка больше как перформанс понимаешь когда вот в такую такие это звук скажем так это звук когда-то в эти звуки добавляешь там я боюсь говорить а если не добавляешь я уже вот какая час было о моем теле что тело само взяла и нашло в этом структуру структуру приятную для себя раз и уже как-то после этого битлз уже как-то немного кажется битлз грохотом каким-то а вот это вот если долго служит уже вот эта музыка это мы копошение тип чмак они то есть и тут сразу возникает вопрос а стоило ли так трудиться и нет не мне а стоило ли так изи очень скрипку чтобы потом выйти так и полопали сердце ну вот это вот эта музыка восприятие учите что воспринимать способно там пару процентов на десяти не так но этот я кстати не учел момент да это приумечен слушай а вот смотри шнуров с такой сервис ну вот он говорит что лучший способ отвратить человека от музыки в детстве дать его на скрипке таким утверждением согласен здесь я я отвечу ни при чем абсолютно скрипка не имеет значения отвратить ребенка от скрипки от фортепиано от балалайки баяна любого инструмента очень несложно достаточно взять а нет нет достаточно за 99 99 из 100 преподавателей наших музыкальных школ я буду производить другой пример вот смотри есть такой инструмент ханг космические кастрюли вот ребенку такой дай да пум пум не 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 это от это а дай скрипку она же не ухо чтобы она дала музыку нет нет любой ребенок с радостью будет извлекать звук из чего угодно из там бачка из-под унитаза блин и взорваной бумаги прям любой ну и у ребенку интересно он познает мир конечно ему все интересно ему ты изначально дашь скрипку фортепиано он будет и по фортепиано тыкать и на скрипке пытаться издать звуки и ему будет прикольно а ваша на дочка когда он стал играть на трубе дала по трубе кочергой вот вот и не это перестал чтоб я играть но она еще не родила сама игра сама роды она издает звук на трубе и вот это вопрос было я забыл тебе задать самом начале достал так увлеченно вещать про музыку а скажи для тебя исполнение самому или слушание это разные процессы и а какой больше мне вот например исполнение сам время ее собственное исполнение очень большая ответственность и стресс а вы хорошо а если ты просто ты и бог вот ты на кухне это тоже ответственность и стресс а ты знаешь я бы да и нет это не это как раз момент тренировки это 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 не даже не я не воспринимаю как музыка потому что ты знаешь я себе когда-то задал вопрос очень был четкий у меня вопрос я не хочу жить в городе мне так понравилось жить за городом я не хочу как мне очень хочется мне нравятся книги мне нравится музыка мне нравится то что я могу потреблять и для этого мне никто не нужен мне не нужна компания для этого мало того дальше пришел в рассуждениях мне не нужны и люди по сути мне ну хорошо самому с собой ну вот тут прекрасно но это очень здорово рада штука и потом я дальше думал но я если на самом деле так да и мне но я понимаю мне какая профессия профессия у меня музыкант и мне эта профессия безумно нравится тоже то есть мне нравится быть одному мне нравится быть музыкантом и дальше понимаю что хорошо что ты можешь как реализоваться сидеть дома и писать как писатель стол записывать делать записи или просто играть для себя я понял что без социализации без того чтобы у тебя было кому это игра пускай один или два человека это не имеет вообще никакого смысла этому может было бы имела бы может быть имела бы смысл если бы тебя был там талант уровня там баха или щекот но это тоже не имел смысл потому что и бах и бетховен они как раз таки исполняли заказы то есть к ним приходили как художнику нарисую картину напиши также к ним подход приходили и говорили тебе нужно нам нужна музыка для службы нам нужно для этого нам нужно для этого а бетховен гад еще и продавал одно и тоже разным людям когда он чуть-чуть переделывал еще не успевал особенно у него было такое личное восприятие он кого-то так недолюблива так скажем то он также и делал с ним поступал я так знакомый фотограф фотошопе множил прыщи девочкам очень элегантный динсамент брал прыщичек и его размножал очень так деликатно но поэтому для меня для меня занятие музыкой это все-таки это взаимодействие но это в публичном пространстве и исполнение когда исполняли поэтому в любом случае это ответственности вот смотри я всегда испытываю стресс и кстати у меня когда прости просто нет когда я было пару раз моменты когда было очень много работы я играл я выходил на сцену без волнения но было просто потому что мне уже на волнении не оставалось сил а идти на сцену надо было и я выполнял работу и уже и удовольствие когда уставшие меньше конечно от нее но самое больше мир растревожил что мне не было волнения имел это совсем не понравилось то есть я понял что элемент какой-то но здесь конечно хорошо когда это все в гармонично связывается понимаешь когда там я я читаю шекспира в трепет прихожу каждый раз потому что я понимаю что я только так знаешь снял капустный лист вот этот огромный кочан и каждый раз зависимости от возраста и своего развития этот кочан я снимаю по листику растам в три года и понимаю что до кочерыжки не доберусь скорее всего никогда в жизни своей ну очень похож на михалка но очень тут тоже шекспира все так и когда прометей озарил меня лучом и мой из калибур слова другие но это тоже я шучу скажи а вот есть современности я не имею до кейджа когда это 60 70 и дальше и дальше и дальше потому что многие я уверен многие да ладно я посмотрит пойдут искать что он еще и музыку я вел вел концерт и сам сказал джон кейдж на концерте ну так волновался и забыл и просто в голове джон кейт джон кейт джон кейт джон кейт это не сегодняшнее время а сегодня есть есть как распознать человека как распознать музыку которая станет классической или прям вот она выходит из-под пера и мы ее можем записывать в какой-то настолько она офигенно и классно но уже не записать классику но это именно века они уже есть они этот самый васкс есть он до сих пор уже ну вот и что что-нибудь мы можем там за последние пять лет вспомнить что мы можем на века отложить в папку классическая музыка что поэтому будут я понял это будет до их на самом деле очень много хотя ты знаешь да просто с уверенностью вот мы такие типа взяли чувак написал что-то там ли вышло вышел релиз какой-то мы такие о классическая музыка будем всегда знать и я лично с таким человеком знаком сущен не всегда говорит когда ведь вот мой новый альбом это будет классика это сергей пуст что это вот это это пойму через 100 лет но в целом сто процентов есть но ты знаешь вот меня немножко я просто столкнулся и в лично там когда ездил с циммером и недавно по радио включил саундтрек конечно вот сейчас вот эпоха саундтреков которые ну просто исполняют везде и воздействует меняет восприятие мира и всего остального вот это я считаю в эту вот лично для меня большая большая в этом опасность подмена настоящими что классическая музыка ушла в кино но она не ушла но вот ее пытаются подменить то есть уже если по радио культуры их ставят если уже там есть большие туры и собираются залы и они кайфуют и и они вот так закатываю глаза там по 10 тысяч людей от циммера ну я не хочу его принижать но это не музыка когда мы играли мы музыку для диснея и музыка написанная в сороковые 50-е годы или даже джон вильямс джон вильямс музыка для кино да ну вот сейчас я говорю про те сонтреки вот это вот может быть классика она по всем законам классической музыки написано это огромный и богатый музыкальный материал я в восторге просто вот от того что делает человек там звездные войны сделавший и абсолютно эти интерстелляры и все остальное это вообще разные планеты это халтура окей паша ну то есть это не очень вот но на современную музыку поэтому современную музыку конечно она есть есть еще живущий композитор русскоязычный он сильвестров я практически уверен что он войдет в аналы это украинский композитор он останется а циммер там циммер а джексон вот я и хотел задать вопрос ты кроссовки же носишь до кроссовки наши но ты же не хочешь ну ты же не чувствуешь себя неполноценно идя в кроссовках потому что блять тебе не 17 века портной царский ручками собрал из-за вялого и кожи сапожки там не делали на ножка такая сик музыки также в музыке все ноги нахуй не нужно вот такая в старом понимании классическая музыка не это не в старом я могу сказать что вот эти вот очень сейчас развитие получил джаз в другую сторону и я думаю что он во многом может занять позицию музыки которые потом признают классическим он сильно сдвинулся на то что потому что музыка описывающие время не по времени дела она я не могу сказать возникают какие-то законы возникают внутренние в написании вы из произведений даже в записи и я сейчас вижу что огромные вот как раз таки да и об этом задумался к классической музыки в нашем сейчас понимание но классическая музыка может стать большое направление сейчас джазовая которые джаз видоизменился может потому что я так сильно слушал и там где есть грубы и это вот как бы влияние электронной музыки но музыканты все живую сыгранные то есть без подкладов без вот этих всех штук без драм-машинок то есть допустим один ритм и ничего не меняется на протяжении творит нам на наш взгляд не меняется а там какие-то микродвижения и смены есть пульсации или еще чего-то сыграны живым барабанщикам но это как один из примеров и вполне возможно да но я так понимаю еще вот этот классическим этой штукой все становится еще вещи какие-то наделен определенные идеями а я и я здесь некоторого пафоса смотри пафос есть также как живопись на нас доходят композиторы те которые были востребованы рынком мне надо их очистить да те которые были востребованы рынком моцарт бетховен это те композиторы там бах те композиторы которые продавались до сегодня в рынке находится тех композитор которых говорится и мир там как кто макс рихтер там еще ищет надо какая-то такая плеяда да и естественно что эти композиторы через сто лет будут на слуху просто потому что ну как бы они участвовали в процессах которые достаточно крупные и большие и они сохранятся отеком мы там сейчас можем говорить о каких-то малоизвестных да там о них через сто лет не вспомнить никто они просто затеряются в потоке информации также как наверняка есть композитором марш мой столь композитор и художники о которых мы ничего не знаю тех кого да там дела марш вот прям то в при каждом дворе немецком были композиторы то есть почему держать возможно не были они взяли произведение бах или еще что-то каждый двор себе брал такую звуковосправляющего человека то есть не было же записи то есть грубо говоря айфон вряд ли это так кардинально отличалась одно другого просто там бы я полагаю просто что даже для нас самые крупные самые дорогие и те кто бы не самые дорогие они все которые нет те которые все-таки меняли стиль меняли то что было до них дошла кого на кого из великих насовых сто лет забыли а потом баха бах вот и столь дельсон нашел он просто для дельсон нашел в окне найти а мог не найти потому что новья баха были гораздо более известны своего отца и он очень радовался потому что это семья и ты можешь и обеспечивать ну то есть конечно крутилась вокруг этого а сейчас мы можем цивилизация мы можем себе позволить давайте резюме цивилизация нам позволяет теперь заниматься чем мы хотим теперь осталось только разобраться с нашими желаниями и хотелками это все